Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Всеволод Байбак. Я доцент кафедры гражданского права юридического факультета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И одним из направлений моей академической деятельности является курс лекций по обязательному праву на магистерской программе «Гражданское и коммерческое право». Эту встречу я бы хотел посвятить одному из, на мой взгляд, весьма актуальных и очень интересных вопросов современного правоприменения, применения частного права. Я имею в виду взыскание убытков при прекращении договора. Интересно, что последние именно два года, ну там, может, чуть больше, эта тема приобрела особую актуальность. Почему? Дело в том, что, как многие из вас знают, слышали, читали, довольно много компаний покидают нашу страну в связи с, скажем так, обтекаемо непростой геополитической обстановкой. И в свете этого очень многие контракты, причем контракты долгосрочные, которые были заключены на, так сказать, годы, десятилетия вперед с весьма большими инвестициями и планами, рушатся. Причем иногда это происходит достаточно цивилизованно и, ну скажем так, прилично, да, когда стороны садятся и договариваются, понимая, что обе они находятся в непростых условиях и нужно как-то находить компромисс. Но бывают и другие случаи, когда контрагент, который хочет покинуть нашу юрисдикцию, ведет себя крайне, ну скажем так, неприлично, вот я так скажу, да, то есть отказывается от выполнения ранее взятых на себя обязательств, при этом никаких специальных причин для этого нет. И вот я могу сказать, что в моей личной практике, я помимо академической карьеры занимаюсь еще и юридической практикой, судебной, был целый ряд таких случаев за последние два с лишним года, когда в отсутствии каких-либо реальных, фактических, юридических препятствий для исполнения контрактных обязательств, ну я имею в виду, там нет санкционных каких-то ограничений и так далее, значит, контрагенты отказывались от выполнения взятых на себя обязательств и таким образом, так сказать, обрекали контракт на прекращение. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с целым рядом таких случаев, удивление в том, что далеко не все, я бы назвал их потерпевшие, да, то есть те российские компании, которых просто бросили на произвол судьбы, они не предполагали, не думали о том, что вообще-то говоря, российское право дает достаточно эффективные инструменты защиты. Мы сейчас не будем говорить про особенности исполнения, там, ареста, обеспечения исковых требований, это как бы уже немножко такая, ну, не наша епархия, это гражданский процесс, да, скорее, чем материальное право. Я сейчас говорю исключительно про материальные правы, гражданско-правовые инструменты. Так вот, когда потерпевшая сторона вынуждена прекратить договор вследствие нарушения неисправного контрагента, у нее на самом деле есть несколько средств защиты. Первый, самый понятный и, так сказать, лежащий на поверхности, это взыскание договорных убытков. Но мы же все с вами знаем, что взыскание убытков – это история такая неочевидная, непростая. Многие годы взыскание договорных убытков было сопряжено с огромными сложностями именно в плане доказывания их размера. Суды, в общем-то, довольно жестко подходили к доказыванию исковых требований об убытках и, в общем, превращали этот, так сказать, судебный процесс в какую-то непосильную головоломку. Ситуация, конечно, изменилась в последнее время, в последние годы, но сказать, чтобы она близка к идеальной, нельзя. Так вот, к чему я это все говорю. Я говорю к тому, что в отличие от общих правил взыскания договорных убытков, которые базируются на разумном стандарте доказывания, это я сейчас цитирую 393-ю статью Гражданского кодекса, на балансе вероятности и так далее, где необходимо доказывание причинно-следственной связи между нарушением договора и убытками. В нашем законодательстве в общих положениях о договорной ответственности появилась статья 393-ю, которая, собственно говоря, специально предназначена для взыскания убытков, вызванных прекращением нарушенного договора. И эта методика доказывания убытков существенным образом отличается от общих правил. В чем-то, ну, наверное, главным образом, я бы сказал, она проще, она существенно проще. Почему? Потому что если мы лишились выгодного, хорошего контракта и, например, вынуждены искать на рынке замену ему, то, что называется замещающая сделка, то, если эта замещающая сделка оказалась менее выгодна, чем прекращенный нарушенный контракт, то мы имеем возможность в силу пункта 1 статьи 393 прим взыскать вот эту конкретную ценовую разницу между ценой потерянного выгодного контракта и ценой менее выгодной замещающей сделки. Как вы понимаете, здесь, скажем так, бремя доказывания истца существенным образом снижается. То есть, достаточно просто продемонстрировать суду два контракта, две цены, и, в общем-то, шансы на взыскание убытков существенным образом повышаются. Но здесь тоже есть свои подводные камни. Начнем с того, что не всякая сделка может восприниматься как замещающая. Потому что, например, если, скажем, мы заключили договор, не знаю, там, на строительство торгово-развлекательного комплекса, договора подряда, и вследствие длительных нарушений со стороны подрядчика мы понимаем, что вряд ли мы дождемся адекватного результата в нужный срок и расторгаем, соответственно, этот договор, а потом думаем, что зачем нам вообще строить что-то, давайте купим готовый. В принципе, на рынке такие предложения есть. То вот эта замещающая сделка уже не будет, потому что, конечно, договор нарушен, конечно, у нас определенные убытки возникли, но здесь невозможно сравнивать цену уже готового объекта и цену работ по возведению нового объекта. Поэтому все-таки определенные требования к замещающей сделке предъявляются в плане того, что ее предмет, он должен быть сопоставимым с предметом прекращенного договора. Это раз. Во-вторых, важно подчеркнуть, что наш закон и наша судебная практика достаточно однозначно требуют того, чтобы, если мы хотим взыскать вот эту ценовую разницу, нам необходимо предъявить суду доказательство того, что нарушенный контракт прекращен. Причем интересно то, что, скажем, пленум Верховного суда в постановлении номер 7 об ответственности за нарушение договора высказался так, что можно заключить замещающую сделку, кстати, даже не одну, а несколько, ну, если так получилось, что, так сказать, не собрать исполнение из одного источника, а нужно из нескольких, да, можно заключить не одно, а несколько замещающих сделок даже до прекращения договора. Но пока договор не прекращен, взыскать убытки вот в виде этой ценовой разницы невозможно. Выглядит это достаточно странно. Это кажется, ну, то есть, с одной стороны, это закон, да, то есть, тут можно на этом поставить точку и сказать, ну, действительно, так написано в Гражданском кодексе. Но мы же с вами знаем, что еще со времен высшего арбитражного суда в судебной практике чрезвычайно распространен такой прием, такая методика толкования закона, как контролегиум. То есть, когда суд, пользуясь данной ему властью, данными ему полномочиями, может истолковать норму закона, в общем-то, даже в противоречии с тем, что буквально в ней записано. Ну, исходя из того, что на самом деле ее действительный смысл, а, иной, он противоположный. Мы понимаем, что, так сказать, средства выражения мыслей несовершенны, слова не всегда передают то, что, так сказать, в них вкладывается. И в этом смысле это один из возможных приемов судебного толкования. Так вот, если задуматься над нашей ситуацией, нарушен и прекращен выгодный контракт. Нет, не так. Нарушен выгодный контракт, вместо него заключена замещающая сделка. Но этот выгодный контракт, нарушенный, он еще не прекращен. Разве в этой ситуации, когда уже заключена замещающая сделка, не очевидно из обстоятельств, что у стороны есть намерение выйти из прежних отношений и заменить их новыми. Вместо нарушенного договора, так сказать, получить исполнение по новому замещающему договору, пусть даже и менее выгодному. Ну вот, к сожалению, такого толкования наши высшие судебные инстанции не дали, и в практике его тоже нет. Почему я об этом говорю? Потому что иногда это превращается в проблему довольно серьезную. Ну, давайте себе представим такую ситуацию. Скажем, в силу закона определенный договорный тип урегулирован императивно таким образом, что выйти из этого договора можно не просто при наличии нарушений, но только путем судебного расторжения. Это вообще на самом деле не экзотика, это довольно распространенная, скажем так, в законе ситуация. Я бы даже сказал, да, более того, в принципе, это общее правило. Если договор нарушен, то расторгать его нужно в судебном порядке. И вот представьте себе, что у нас есть нарушенный договор. Потерпевшая сторона заключает замещающую сделку, одну или несколько. То есть, в общем-то, убытки уже зафиксированы, уже понятно, насколько новый договор, один или несколько, менее выгоден, чем нарушенный договор. Так зачем же заставлять потерпевшую сторону еще проходить через судебную процедуру расторжения? А вот я могу привести пример из моей личной практики, когда, значит, собственно, вот ровно такая же ситуация. Долгосрочный договор аренды недвижимости был заключен на много-много-много лет. И, значит, он был нарушен со стороны арендатора. Арендатор перестал платить арендную плату в какой-то момент, ну, потому что просто договор стал для него невыгодным. И пытался он всячески выйти из этого договора, в том числе пытаясь, так сказать, изобразить, что арендодатель нарушает какие-то свои обязанности и так далее. В общем, поскольку эта ситуация неплатежей продолжалась достаточно долго, арендодатель был вынужден расторгнуть договор. Там, правда, в том случае, о котором я вам рассказываю, было право на внесудебный выход из договора, внесудебный отказ. Но это сути дела не меняет. Почему? Потому что арендодатель расторг договор, ну, то есть заявил односторонний отказ. И, соответственно, стал взыскивать с арендатор, во-первых, задолженность по арендной плате, во-вторых, убытки, вызванные потерей вот этого выгодного контракта. Так что вы думаете, сделал арендатор в этом случае? Он стал оспаривать односторонний отказ, а мы все знаем, что односторонний отказ от договора – это односторонняя сделка, которая тоже вполне себе подлежит оспариванию. Даже если она ничтожна, так сказать, можно просить суд констатировать ее ничтожность. Оспаривать, ну, как бы, правомерность этого одностороннего отказа от договора. И этот спор, без разрешения которого невозможно было ни взыскать задолженность по арендной плате, ни взыскать убытки, он тянулся, ну, на моей памяти, года два с половиной, а может быть, даже три. Это просто, как бы, для представления о том, насколько неприятным и болезненным может быть судебный выход из договора, необходимость получения судебного решения о прекращении договорных отношений. То есть, к чему я это все веду? К тому, что, в принципе, инструмент для методика для расчета убытков весьма правильное, эффективное и, скажем так, упрощенное по сравнению с общим подходом. Но вот это вот усложнение, которое введено в нашем гражданском кодексе и поддержано в судебной практике, оно выглядит неоправданно. Что еще можно сказать о требованиях, которые предъявляются к этой самой замещающей сделке и которые влияют на доступность данной методики расчета убытков? Замещающая сделка должна быть заключена на разумных условиях. Данное утверждение прямо сформулировано в постановлении Пленума Верховного Суда номер 7 об ответственности за нарушение договора. И оно непосредственно вытекает из статьи 404 Гражданского кодекса, которая требует от кредитора, столкнувшегося с нарушением, принять разумные меры по уменьшению убытков. О этом мы сегодня еще поговорим чуть позже, более подробно. Так вот, нельзя просто пойти, условно говоря, вместо того, что тебе обещали, купить что-то другое по любой цене. Это я так упрощенно описываю эту ситуацию. Необходимо еще и купить это что-то по разумной цене. Что значит разумная цена? Разумная цена – это цена, которая более или менее, ну как бы так сказать, перекликается с рыночными реалиями. То есть, это не значит, что это должна быть самая выгодная цена на рынке. Это не значит, что это должно быть точное попадание в медиану. Знаете, вот если на рынке товар стоит там полторы тысячи за тонну, то вот ты пойди, ну в среднем, я имею в виду, средний рынок, то вот ты ровно за полторы тысячи пойди и купи. А если нет, значит ты неразумный, заключил замещающую сделку на неразумных условиях. Нет, конечно, такого требования нет. Скажем, если, продолжить с этим примером, если средняя рыночная цена такая вот условная, полторы тысячи на рынке, а ты купил за 1550, например, да, это, конечно, несколько отклоняется от средних рыночных показателей, но это не значит, что такая цена является неразумной. И вот в плане именно разумности замещающей сделки, конечно, именно это является основным и самым распространенным контраргументом против иска, взыскания вот этой конкретной ценовой разницы. То есть, условно говоря, ИСТЕС должен доказать, что он, значит, прекратил нарушенный договор и заключил вместо него замещающую сделку. А ответчик будет стремиться в этом споре доказывать то, что, ну, понятно, он может, конечно, доказывать, что не было никакого нарушения и отказ ИСТЕС является неправомерным. Но, так сказать, аргумент номер два будет, скорее всего, заключаться в том, что замещающая сделка была заключена на неразумных условиях. И, ну, я уже, в принципе, более-менее обрисовал параметры, как определяется разумность условий замещающей сделки. Приведу такой казус из судебной практики недавних сравнительно лет, который, ну, в общем-то, был весьма заметным в нашем профессиональном сообществе. Значит, речь шла о компании, которая занималась перевозками железнодорожными. И эта компания, ну, не РЖД, а вот, и эта компания, значит, заключила договор поставки вагонов, которые ей были необходимы, чтобы их загрузить, значит, прицепить там к локомотиву и отправить по пути следования. Так вот, специфика той ситуации заключалась в том, что договор поставки предполагал поставку поддержанных вагонов, не новых, ну, то есть, понятно, что более дешевых. И, значит, договор поставки был нарушен, договор поставки был прекращен. И что сделал покупатель? Он вышел на рынок, не обнаружил, так сказать, необходимого ему количества поддержанных вагонов, зато на рынке можно было купить в тот момент новые. Он их купил и потом, соответственно, предъявил иск о взыскании конкретной ценовой разницы между ценой нарушенного прекращенного контракта и ценой замечающей сделки. И весь спор крутился вокруг того, ну, во-первых, можно ли это вообще считать замечающей сделкой, потому что по тому договору тебе были обещаны поддержанные вагоны, явно более дешевые, а здесь ты купил новые. Можно ли это считать заменой? Это раз. Второе, даже если это можно считать заменой, можно ли считать, что действия потерпевшей стороны были разумными? Ну, то есть, вот зачем ты покупал новые, если тебе обещали поддержанные? Покупал бы поддержанные. И, вы знаете, я помню, что было довольно много дискуссий на эту тему на разных ресурсах информационных, профессиональных. Лично я, помню, высказался таким образом, что необходимо оценивать разумность действий потерпевшей стороны, ну, по заключению замещающей сделки, исходя из той обстановки, в которой он действовал. То есть, если, например, ну, просто из материалов дела, а это было определение коллегии по экономическим спорам Верховного суда, ну, там фактологии было довольно мало, непонятно было, что там происходило. Если из обстоятельств дела, например, вытекало, что потерпевшая сторона нуждалась в этом подвижном составе вот здесь и сейчас, потому что иначе бы она, условно говоря, на следующей неделе уже не смогла исполнить свои контрактные обязательства по перевозке, и поэтому она вынуждена была пойти и купить новое, то, в общем-то, эти действия можно назвать разумными. Потому что, как бы, ожидание в данном случае, оно бы только усугубило ситуацию, оно бы увеличило сумму убытков, оно бы, так сказать, поставило все контракты, связанные с этими вагонами, с перевозкой и так далее, оно бы поставило на грань краха. То есть, это было бы разумно. Другой вопрос, что мы с вами знаем, есть принцип полного возмещения убытков. И принцип полного возмещения убытков – это некий такой эталон, это ориентир, то есть, это, скажем так, параметры компенсации, которые должен получить кредитор потерпевший. Он не может, ему нельзя присудить меньше, чтобы, так сказать, не поставить его в то, в менее выгодное положение, чем то, в котором он находился бы, если бы нарушения не было. Но, с другой стороны, ему нельзя и дать больше. И, конечно, здесь, в том деле, о котором я вам рассказываю, перед судом стоит непростая задача. Даже констатировав разумность действий потерпевшей стороны по приобретению новых вагонов, суд все равно должен оценить, может ли потерпевшая сторона претендовать на компенсацию вот этой ценовой разницы в полном объеме. Ведь, если присудить ей все, ценовой разница в полном объеме, то он получается в более выгодном положении, чем то, в котором он находился бы, если бы договор был исполнен надлежащим образом. То есть, он остается и с новыми вагонами, и еще и с полной ценовой разницей. Хотя, по старому договору он должен был платить за поддержанный и меньше. То есть, это вот такая довольно нетривиальная ситуация, которая, безусловно, требует от суда проявления довольно большой изобретательности в плане оценки аргументов сторон, в плане, так сказать, поиска некого справедливого решения и в особенности его аргументации, мотивировки. Но давайте перейдем к следующему, так сказать, варианту, алгоритму, который также связан с расчетом убытков при прекращении нарушенного договора. А это абстрактная ценовая разница, это то, что упомянуто в пункте 2 статьи 393 прим. Речь идет о том, что если договор нарушен, прекращен, и потерпевшая сторона не заключала замещающую сделку, замен прекращенного контракта, то потерпевшая сторона может взыскать разницу между ценой выгодного прекращенного контракта и менее выгодной средней рыночной ценой, рассчитанной на момент прекращения нарушенного договора. То есть, смысл в том, что если к моменту прекращения договора рынок изменился, в невыгодную для потерпевшей стороны сторону, ну, например, мы заключили договор поставки товара, ну, то есть, мы покупатель, да, по одной цене. Договор поставки нарушен, договор поставки прекращен, но к моменту прекращения на рынке этот товар, ну, аналогичное количество аналогичного товара стоит уже, ну, больше, да, то есть, для того, чтобы нам купить столько же сейчас у другого покупателя, у другого поставщика, нам нужно потратить там на сколько-то больше денег. Вот эта разница между средней рыночной ценой и ценой нарушенного контракта, она и составляет как раз убытки, рассчитанные абстрактным способом. Почему абстрактным? Потому что мы здесь сравниваем цену конкретного нарушенного договора и абстрактный ценовой показатель в виде средней рыночной цены. Наверное, наибольшая сложность здесь представляет именно расчет вот этой средней рыночной цены. Почему? Потому что, ну, во-первых, иногда это бывает технически практически невозможно. Приведу вам такой пример. Например, был у меня в практике случай, когда был расторгнут договор аренды помещения в торгово-развлекательном комплексе, и, собственно говоря, убытки, которые взыскивались, они рассчитывались именно путем вот этой вот, на основе вот этой вот абстрактной ценовой разницы. Вот сколько, за сколько это помещение можно было бы сдать на момент расторжения договора. И, вы понимаете, выяснилось, что для, например, данного рынка рассчитать среднюю рыночную цену крайне сложно. Потому что арендная ставка зависит от очень многих параметров. От того, где расположен торгово-развлекательный комплекс, я имею в виду там рядом с метро или нет. Насколько у него удобная парковка. Какие есть еще арендаторы в этом комплексе, которые, так сказать, тоже формируют определенный клиентский поток. И прочее, прочее, прочее. То есть, на самом деле, факторов, которые влияют на арендную ставку рыночных, да, их на самом деле очень много. И можно сказать даже, что попытаться найти два идентичных объекта недвижимости, которые, стоимость аренды которых одинакова, ну, практически невозможна. То есть, с одной стороны, кажется, ну, просто, да, возьми, оцени, сколько этот товар стоит на рынке. Если речь идет о каких-то банальных, так сказать, ну, стандартных товарах, не знаю, там, бензин, нефть, металл какой-то, да, это более или менее просто. А вот если речь идет о каких-то менее стандартных историях, предметах, да, то здесь, наверное, в плане судебного спора практически неизбежна финансово-экономическая экспертиза с достаточно непредсказуемыми результатами. Это первый момент. Второй момент. Очень важно здесь то, что мы вновь, скажем так, утыкаемся, привязываемся к прекращению договора. То есть, если договор нарушен, но он не расторгнут, то никакую ценовую разницу взыскать нельзя, потому что рыночная цена фиксируется по моменту расторжения договора. Но и это еще не все. А дело в том, что подобная привязка к моменту прекращения расторжения договора, она чревата тем, что потерпевшая сторона на самом деле может попытаться извлечь дополнительную выгоду из своего положения. А именно. Ну вот представим себе волатильный рынок, да, когда у нас цены достаточно серьезно меняются. А глядя, так сказать, на наши реалии, это несложно. Вот. И можно себе представить, что потерпевшая сторона вполне может выбрать момент, когда цены на пике, заявить отказ, допустим, от договора внесудебный, ну если такое право на внесудебный отказ есть. И, соответственно, получить от этого максимальную выгоду, даже если цены пойдут вниз. Здесь еще вот важен какой момент, смотрите. Ведь когда мы взыскиваем убытки в виде ценовой разницы, неважно конкретной или абстрактной, мы не доказываем в принципе, и этот вопрос даже не дискутируется в судебном процессе, не доказываем вопрос причинно-следственной связи между нарушением договора и суммой наших убытков. В данном случае, ну если можно так выразиться, существует неопровержимая презумпция наличия такой причинной связи между нарушением и вот этой ценовой разницей. То есть, если, так сказать, в результате нарушения я могу получить то же самое на менее выгодных условиях, вот это и есть мои убытки. Или, точнее так, если договор нарушен и прекращен, а я могу получить то же самое на менее выгодных условиях, все, это мои убытки. Эту причинно-следственную связь не надо доказывать, ее наличие невозможно опровергнуть, то есть этот вопрос даже не обсуждается в суде. Это довольно существенное отличие от общего подхода к доказыванию договорных убытков. И еще один весьма интересный и своеобразный момент, на который стоит обратить внимание, заключается в следующем. Вот если мы с вами посмотрим на статью 393 прим, на то, как она сформулирована, какие, так сказать, логические взаимосвязи между первым и вторым пунктом, установлены законом, то я думаю, должно возникнуть абсолютно четкое, недвусмысленное, однозначное впечатление, как между собой соотносится конкретный и абстрактный метод расчета убытков при прекращении договора. Ответ следующий. Если замещающая сделка заключена, то мы можем в суде требовать только возмещение убытков в виде конкретной ценовой разницы, разницы между ценой прекращенного договора и нового, менее выгодного договора. Если замещающая сделка не заключена, то можно взыскивать убытки, рассчитанные вот таким вот абстрактным методом, то есть разница между ценой прекращенного выгодного договора и менее выгодной средней рыночной ценой, зафиксированной на момент прекращения договора. Ну, то есть, вот как бы таким образом это работает. Но вы знаете, поразительным образом в постановлении Пленума Верховного Суда номер 7 проскальзывает такая мысль, что убытки, рассчитанные абстрактным методом, то есть, цена прекращенного договора и рыночная цена, средней рыночной цены, можно взыскивать независимо от того, была ли заключена замещающая сделка. То есть, я не знаю, честно говоря, насколько Пленум Верховного Суда, когда он формулировал это разъяснение, он действительно хотел, скажем так, отойти от текста закона, ну, потому что, еще раз говорю, с закона четко следует соотношение. Если есть замещающая сделка, то мы применяем конкретную методику, если нет замещающей сделки, применяем абстрактную. Не по выбору ИСЦа, да, хочу то, хочу другое. Но на практике это, конечно, может привести к парадоксальным выводам, решениям. То есть, ну, представьте себе, что, например, ИСЦу удалось заключить необычайно выгодную замещающую сделку. То есть, ну, допустим, купить то же самое, еще и по более выгодной цене, чем в прекращенном контракте. Ну, так получилось, сложилось так, да. При этом средняя рыночная цена, она существенно менее выгодная. Он приходит в суд и говорит, я хочу получить убытки в виде вот этой вот абстрактной ценовой разницы, значит, вот рыночные показатели на момент прекращения договора, вот цена расторгнутого нарушенного договора. И если буквально воспринимать то, что сказал Верховный суд, то получается, ответчик, даже если он знает о наличии замещающей сделки, он вроде как не может защититься от этого иска, сказав, подождите, зачем же вы нам ссылаетесь на абстрактную цену, давайте посмотрим, по какой цене вы это купили. Ну, то есть, это выглядит, я бы сказал, немножко нелогично, вот я так выражусь обтекаемым образом. Это выглядит довольно-таки странно. Но, честно признаюсь, за сколько лет уже существования этого постановления, дай буфать, по-моему, оно в 2017 или 2016 году оно было принято, ну, в общем, довольно давно, я не встречал ни одного дела, где бы действительно, естественно, вот так произвольно выбрал абстрактный метод расчёта убытков, ответчик возражал, ссылаясь на то, что была заключена более выгодная замещающая сделка, а суд сказал, не-не-не, будем взыскивать то, что заявлено. Ну, такого ещё не было. Хотя, каждый случай может оказаться первым. Это понятно. Ну, и, наконец, третий вопрос, который я хотел бы обсудить в связи с взысканием убытков при прекращении договора, отчасти мы его уже упомянули, это необходимость кредитора, который потерял выгодный контракт, принять разумные меры по уменьшению убытков. Это то, что закреплено в статье 404 Гражданского кодекса, и в той же самой статье прямо указано, что если кредитор не принимает разумных мер по уменьшению убытков, то, соответственно, суд должен снизить размер компенсации. Эта норма является традиционной для нашего российского гражданского права. Она, так сказать, была и есть с момента принятия Гражданского кодекса с 1994 года, но я не могу сказать, что она адекватна и полноценно воспринята в практике. Потому что, если даже суды иссылаются на нее, например, в обосновании необходимости снижения убытков, то делается это зачастую довольно голословно, без каких-то конкретных указаний на то, что можно и нужно было сделать, но не было сделано. А ведь это же очень важно, потому что смысл-то этого состоит в том, что ответчик не может просто защититься от иска об убытках, вызванных прекращением договора, сославшись на то, что да вы вообще ничего не делали, не пытались никак снизить размер своих убытков. Нет, если ответчик хочет защититься от иска об убытках, ну, не полностью, да, возможно, а просто добиться снижения компенсации, то он должен продемонстрировать суду, что, во-первых, мог сделать истец, то есть, что истцу было доступно. Ведь когда мы говорим о необходимости принять разумные меры по уменьшению убытков, мы имеем в виду, ну, разумным является только то, что доступно, то, что было в его силах. Во-первых, мы понимаем, что далеко не всегда у истца, у потерпевшего вообще есть возможность снизить убытки. Вполне вероятно, что такой возможности в принципе нет. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что эта возможность, скажем так, она может варьироваться в зависимости от того, кто оказался в положении потерпевшего. Мы же знаем, понимаем, что разные игроки на рынке, они обладают разными возможностями. То, что доступно одному, недоступно другому, я думаю, это очевидно и даже не требует какого-то отдельного особого обоснования. Поэтому ответчик, желающий защититься от иска об убытках, должен быть готов продемонстрировать, что именно мог сделать истец потерпевший. и, что не менее важно, он должен показать, насколько бы от этого, конкретно насколько бы от этого уменьшились убытки истца. То есть, суд здесь не может, например, отмерять, отрезать на глаз. Вот как бы посмотрел и сказал, что что-то вы были слишком пассивны. Нет, суд должен понимать, что, например, вот, скажем, вы лишились выгодного контракта. А почему вы непосредственно в ближайшее время после этого не заключили вместо него замещающую сделку? У вас была такая возможность? Ну, допустим, по обстоятельствам дело была. А по какой цене вы тогда бы могли, допустим, купить то же самое, что вам не поставил ответчик? Ну, допустим, не знаю, по цене тысяча, да? А вы к нам приходите сейчас и говорите, что вот вы спустя два года заключили замещающую сделку, два года после нарушения, прекращения договора. И на тот момент то же самое стоило не тысячу, а там три тысячи, да? И вы хотите, ну, а, допустим, цена нарушенного контракта 500. То есть, 500, 1000 и 3000, да? Вот у нас три ориентира. А вы хотите взыскать 2,5 тысячи как убытки в виде замещающей сделки. Но вы ждали два года, при том, что вы могли этого не делать и могли купить то же самое за тысячу сразу же, быстро, после прекращения нарушенного договора. Все. Значит, здесь очевидно совершенно, что пассивность кредитора привела к тому, что он не смог уменьшить свои убытки и, соответственно, они определенным образом снижаются. Это как бы пример хорошего, правильного применения нормы 404 Гражданского кодекса. А сейчас я вам приведу пример неправильного, категорически неверного ее применения, с которым я лично столкнулся. Ситуация следующая. Значит, опять же, договор аренды помещения прекращен вследствие нарушения арендатора. И арендодатель понимает, что он, ну, как бы в тот момент, когда договор расторгнут, он понимает, что реалии рыночные изменились. Старый договор был заключен много лет назад, когда рынок был другим совершенно, аренды. То есть, он сейчас это помещение целиком никому по, ну, какой-то разумной цене сдать не может. Что он тогда делает? Он говорит, хорошо, я готов его разделить на несколько частей и сдавать их, ну, как бы по отдельным договорам аренды. То есть, ему нужно найти вместо прежнего неисправного арендатора, там, допустим, четырех новых. И вот он их начинает искать, значит, соответственно, находит одного через полгода, другого через 9 месяцев, третьего, там, через 11 и четвертого через год. Вот так это растянулось во времени. Ну, это рынок, понимаете, ну, как бы люди приходят, смотрят помещение, говорят, ну да, ну нет, наверное, это не наш вариант, да, и уходят. И так этот процесс продолжается, ну, кого-то нашли раньше, кого-то позже. Ну, там, такой нормальный рыночный процесс. И когда дело доходит до взыскания убытков в виде конкретной ценовой разницы, значит, ответчик говорит, подождите секундочку, а почему вы так долго заключали новые договоры? Вот у вас помещение проставило, оно вам, так сказать, доход не приносило, вы сейчас пытаетесь нас взыскать, значит, вот аренную плату за период простоя, а почему вы так долго искали новых арендаторов? Ну, это вы же нашли первого за 6 месяцев, ну, значит, и остальных тоже могли бы найти за 6 месяцев. Вот такая логика, да? При этом никаких доказательств того, что это действительно было доступно, что, например, на столе арендодателя лежали коммерческие предложения с разумными ценами, а он их произвольно просто, так сказать, по своему усмотрению отклонил. Да, то есть никаких таких доказательств не было. И суд соглашается с этой позицией ответчика. Он говорит, нет, раз нашли первого за 6 месяцев, значит, и всех остальных тоже должны были найти за 6 месяцев. Ну, где здесь логика? Где здесь юриспруденция, здесь гражданское право? Это же совершенно абсолютно голословные, немотивированные судебные. И еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание в связи с расчетом убытков от нарушения договора и принятием разумных мер по их уменьшению, это расходы кредитора. Расходы кредитора по как раз уменьшению убытков. Вот вполне возможно, что для того, чтобы выполнить вот эту свою обязанность, возложенную у него законом, я имею в виду обязанность по уменьшению убытков, кредитор может понести какие-то дополнительные расходы. Имеет он право их взыскать с ответчика в дополнении к другим убыткам или нет? Вы знаете, вот когда я этот вопрос исследовал в иностранной практике, то там, конечно, ответ однозначно, конечно, да. У нас я почему-то не встретил никаких примеров того, когда бы пытались это сделать, и суд сказал, нет, вы не имеете на это право, законам это не предусмотрено. Вот, например. И это странно, потому что, с одной стороны, закон возлагает на кредитора обязанность принять эти меры, а с другой стороны, практика не говорит о том, что если ты эту обязанность выполняешь и несёшь при этом дополнительные расходы, то это тоже твои убытки, которые, так сказать, ты можешь взыскать. Причём, что интересно, если мы говорим, опять же, про иностранную практику, которая, несомненно, намного более развита в этом вопросе, то там эти убытки, эти расходы взыскиваются независимо от того, насколько результативными оказались усилия кредитора по уменьшению убытков. То есть, вполне возможно, что он, как бы, их предпринял, эти усилия, а результаты это не дало. Вот я вам сейчас об этом говорю, вспоминаю известный английский прецедент с, значит, ещё 19 века дело, с покупателем скаковой лошади, вот, ему досталось больное животное, и, выяснив это, он не стал его возвращать, решил попробовать его вылечить. И, соответственно, лечил-лечил, но не вылечил, животное всё равно погибло. Так вот, суд взыскал не только убытки, вызванные, так сказать, нарушением поставки некачественного товара, да, нарушением обязательства покупки-продажи, но ещё и вот эти дополнительные расходы, потому что, исходя из обстоятельств дела, действия покупателя, его усилия по минимизации нарушения договора, они были разумными. И то, что они не дали результаты, это не его вина, то есть, он сделал всё правильно, но, как бы, не всё же зависит от того, кто пытается, там, вылечить животное, да, иногда это может по объективным каким-то причинам не дать результата. Вот, то есть, конечно, безусловно, эти дополнительные расходы, которые может понести кредитор в связи с уменьшением убытков, они тоже подлежат компенсации, вне всяких сомнений, потому что они совершены в рамках исполнения той обязанности, которая возлагает на него закон. Ну, вот на этом я, наверное, хотел бы завершить такое краткое описание, что ли, проблематики тех вопросов, которые были вынесены на обсуждение. Я благодарю всех за внимание и буду рад увидеться с вами на лекциях на нашей магистерской программе «Гражданское и коммерческое право в Высшей школе экономики». Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!